Всем привет, с вами Рява на канале Зверьё Подсмотрел у иностранных блогеров и решил сделать такую же тему в России Сегодня я вам расскажу про свой рабочий стол, рабочее место и жду от вас ваших писем на электронную почту которая будет в описании, присылать туда фото, видео своего рабочего места и я сделаю выпуск, в котором покажу ваши рабочие места Иностранцы называют это сетап, ну мы наверное назовем рабочее место вот так вот Закрепим полученный материал, если у вас красивое рабочее место, не такое ужасное как у меня, а намного лучше красивей и качественней то делайте фотографию, присылайте на электронную почту и рассказывайте что у вас там установлено, а лучше конечно застяните какое-нибудь красивое видео, тоже прислать и я оставлю это в следующий выпуск Итак, поехали! Начну наверное со стола это стол киевский называется он Бекант стоит от 17 до по-моему 47 тысяч рублей, все зависит от оснащения, у меня самый простой но за 46 тысяч вы получите регулирующийся стол по высоте при помощи кнопочек, он подключается в сеть очень крутая тема, но мне такой не нужен под столом я себе придумал вот такую полку для хранения, тоже Икея это из серии Беста, вообще это должен быть большой шкаф но можно взять отдельно, к примеру, такую полку и сделать в ней дверцы прозрачные и непрозрачные внутри этих ящиков я установил подсветку кстати тоже из Икея, она старая уже стоит по-моему полторы тысячи рублей сделал ее V-образной и она умеет менять цвет либо я ставлю какую-то определенную под настроение на рабочем столе у меня разместился компьютер от HyperPC пересчитать что там не буду, вы уже знаете, ссылку оставлю в описании там посчитайте о нем все, что нужно можно было, конечно, его поставить под стол но я люблю на него смотреть, на все эти компьютерные внутренности основной монитор Asus ROG PG279 кстати, здесь максимальная частота обновления 165 Гц но это если поддерживать железо, я еще не пробовал сейчас у меня работает на 144 справа 4К-монитор, который сейчас работает в разрешении 2560 на 1440 совместно с PG279 это ViewSonic VX2880 но если, к примеру, нужно 4К-разрешение, то ViewSonic это все дело потянет клавиатура у меня Corsair Strafe RGB MX Silent очень классная и можно полностью настроить ее по подсветке мышка у меня Corsair Qatar она проводная и всю проводку я закрепил за мониторами между мониторами недавно поставил 2-терабайтный жесткий диск для резервного копирования кстати, вот на основном мониторе камера недавно появилась Logitech C920, по-моему она называется и наклейку с монитора я еще не снял не знаю, нравится она мне на самом системном блоке расположилась моя новая подставка которую я уже делал обзор на нее и гарнитура игровая Corsair Void RGB можно обратить внимание на верхнюю полку она, кстати, тоже у меня с подсветкой там у меня есть уголок Звездных Фоин потом вся парфюмерия посередине непонятное место вообще для чего а справа там тоже уголок Звездных Фоин то есть вы, наверное, заметили, что этот ролик полный Звездных Фоин ставь лайк, если заметил теперь насчет подсветки она, по-моему, с eBay стоила 700 рублей умеет менять цвета любым способом при помощи пультика управления можно сделать автоматом, можно вручную верхнюю часть, где полка, можно отключить и сделать только на нижней части подсветку не понимаю, почему в России в магазине такая лента стоит очень-очень дорого 700 рублей 10 метров а если берешь белую, то еще дешевле будет приклеил ее везде на двухсторонний скотч подсветку можно заставить мигать, если у тебя дома какая-то дискотека либо сделать ее спокойную но вечером очень удобно, когда сижу за компьютером выключаешь верхний свет и подвижишь только этим слева от компьютера стоит портативная система звукозаписи Zoom H5 на данную вещь я пишу весь звук там потом еще журнал, который надо будет уничтожить слева подставочка, кстати, тоже из Икея на ней я храню сейчас все пультики вот, кстати, насчет карт-ридера взял все-таки от Кингстона и положил его под системный блок классный карт-ридер теперь можно монтировать, даже не перенося все это на компьютер но единственный и очень большой минус это когда ты вынимаешь карточку из этого карт-ридера то там включается блокировка карты ну, такой переключатель маленький постоянно я, конечно, понимаю, что можно сделать два монитора одинаковых но, ребят, вот так вот получилось и вот так вот есть очень рад, что получилось вам показать свое рабочее место многие так об этом знают то, что я часто снимаю влоги и, кстати, ребята, заходите в Инстаграм ссылка на него будет в описании там никакой рекламы у меня нету в основном ну, а если вы поняли задумку то присылайте свои рабочие места лучше это сделать практически так же, как я если у вас он реально красивый и, главное, в письме еще опишите, что у вас там установлено ну, а с вами был Илья до новых встреч пока